Добрый вечер! Здравствуйте! Новости бывают хорошие, бывают плохие. Мы считаем, что новость, над которой посмеяла вся страна, автоматически становится хорошей. В эфире только хорошие новости в программе Чисто Ньюс. Смотрите сегодня в выпуске. Украинский боксер Александр Усик нокаутировал россиянина Андрея Князева по прозвищу «Русский богатырь». Поздравляем, Саша! Напомним, что полтора года назад Владимир Кличко выиграл у Александра Поветкина по прозвищу «Русский Витязь». Что-то российским боксерам надо делать со своими прозвищами. Не прет. Народный депутат Украины Антон Герасченко зарегистрировал законопроект о введении уголовной ответственности за проплаченные митинги и акции протеста. Правда, этот закон противоречит обещаниям властей не сокращать количество рабочих мест. В рамках подготовки к отопительному сезону 2015-2016 года с 20 апреля по 4 мая в Соломенском, Подольском и Святошинском районах отключили горячую воду. И уже завтра, находясь в общественном месте, можно будет с легкостью определить, из какого района человек. Из Соломенского, Подольского, Святошинского или все-таки из благополучного? А теперь об этом и многом другом более подробно. В понедельник во Львовской области начались совместные украино-американские военные учения. Во время торжества в честь прибытия американских морских котиков шел проливной дождь, и котики промокли, как собаки. Мы пока не знаем, какой опыт успели перенять украинские военные, но американские десантники уже научились открывать глазом бутылку, банку огурцов с локтя и курить одну сигаретку на пятерых. Такими темпами к концу учений американцы будут точно знать, когда отмечается День десантника и как правильно нырять в фонтан. В Украине продолжается конкурс на пост главы фискальной службы. Напомним, что фискальная служба была учреждена вместо Министерства доходов и сборов. Новая власть это сделала с целью уничтожить старые коррупционные схемы и создать совершенно новые. Среди кандидатов на освободившуюся должность много-много известных фамилий. Например, племянник экс-президента Украины Виктора Ющенко, Ярослав Ющенко. Ой, темно, холёсик такой. Да, по нашим данным, главный девиз, с которым Ярослав будет участвовать в конкурсе, я видел руки. Яки, ничего он и кралы. Всего на вакантное место пока что претендует 67 кандидатов. Как видим, в нашей стране количество людей, которые хотят собирать налоги, явно превышает количество тех, кто хочет их платить. Мы продолжаем. Глава антикоррупционного бюро Артём Сытник рассказал, что детективы будут зарабатывать 30 тысяч гривен в месяц. По слухам, после этого заявление такса за то, чтобы стать рядовым детективом, выросло вдвое. Мы решили всё-таки узнать о коррупции у того, кто не имеет никакого отношения к этому позорному явлению. К сожалению, таким в нашей стране оказался только искусственный интеллект Сири, который присутствует практически во всех смартфонах. Сири, давно мы не общались, как дела? Лучше, чем у соперника Усика. Сири, скажи, что такое взятка? Я не могу ответить на этот вопрос. Для этого мне кое-что необходимо. Хорошо, что ты хочешь? Пополните мне счёт, пожалуйста. Это же взятка! Вот вы и ответили на свой вопрос. Бесовестно. Ладно. Сири, когда заработает антикоррупционное бюро? Когда или сколько? Сири, что ты скажешь о главе бюро Артёме Сытнике? Пока рано говорить, давайте дадим ему время. Или денег. Не знаю, ну что там. Не поспорь, пише, не поспорь. Тогда такой вопрос. Через сколько лет в Украине окончательно победят коррупцию? Простите, но моя прошивка позволяет смотреть только на сто лет вперёд. Спасибо, Сири. А мы продолжим новостями IT. Технический директор компании Google, известный футуролог Рэй Курцвейл выступил с очередной порцией предсказаний вплоть до 2099 года. Мы напомним, ранее Курцвейл предсказал появление 3D-очков и беспроводную связь Bluetooth. И вот очередной прогноз. Мы внимательно изучили работу учёного, но так и не нашли ничего об Украине. Поэтому решили для полной картины немного добавить от себя. Итак, Валерий будет зачитывать прогноз от Курцвейла, а я – наши небольшие доработки. Итак, прогноз на 2020 год. Персональные компьютеры достигнут вычислительной мощности, сравнимой с человеческим мозгом. В киевском метро отменят магнитные карточки и всё-таки введут новые жетоны. 2021 год. Беспроводной доступ к интернету покроет 85% поверхности Земли. Украинские дворники начнут пользоваться пластиковыми метлами. Прогресс идёт. Конечно. 2028 год. Солнечная энергия станет настолько дешёвой и распространённой, что будет удовлетворять всей суммарной энергетической потребности человечества. Наконец-то в Украине окончательно откажутся от веерного отключения света. 2031 год. 3D-принтеры для печати человеческих органов будут использоваться в больницах любого уровня. В Украине на принтерах наконец-то смогут печатать справки и бюллетени. 2033 год. Самоуправляемые автомобили заполонят все дороги. На трассе Киев-Одесса закончат ямочный ремонт. 2045 год. Наступление технологической сингулярности. Земля превращается в один гигантский компьютер. Внимание! Порошенко продаст свою фабрику Рошенко. Мы продолжим. Режиссёры Никита Михалков и Андрей Кончаловский обратились к государству с просьбой о предоставлении почти миллиарда рублей на создание российской сети фастфудов под названием «Едим дома», которая должна составить конкуренцию западным сетям быстрого питания. Правительство России в выделении средств отказали, но, возможно, они изменят своё решение, посмотрев репортаж самого честного российского журналиста Дмитрия Киселёва. Добрый вечер, меня зовут Дмитрий Киселёв. Итак, создание великорусской сети быстрого питания. А вот он, достойный ответ западному фастфуду, который уже много лет пытается пробегтестировать русский народ на выносливость и зомбировать нас своими холестеррористическими идеями. Секс, наркотики, чикенролл. А вот лживые американские ценности, которыми Обама пытается разложить великую Россию. Вы никогда не обращали внимания на то, что собой представляет детская комната в Макдональдсе? Загнать невинных детей в замкнутое пространство, запереть дверь и наблюдать за ними через стекло. Как это по-фашистски. Кстати, вы никогда не задумывались, кому салютует стоя за кассой этот прыщавый Гитлер-югенд? В руки наших спецслужб попали чеки из фастфуда с грифом «Совершенно секретно», доказывающие, что сам Адольф Гитлер тоже когда-то начинал с Макдональдса. Сколько мы будем терпеть то, что Макдональдс до 10 часов утра кормит нас завтраками, в то время, когда русскому человеку давно пора выпить водки? Большинство из вас даже не представляет, кто скрывается под гримом злобного клоуна Макдональда. Да-да, ваши глаза вас не обманывают. Зазывает в Макдональдс предатель родины Андрей Маккаревич. Совпадение? Не думаю. Все еще сомневаетесь, что нас хотят сделать гамбург-героинозависимыми и подсадить на кока-кольную иглу? Тогда посмотрите следующий видеоролик, на котором видно, как делают заказ несчастные молодые парни, плотно сидящие на Маке. Дайте нам, пожалуйста, картошку фри, то, что ее нет сейчас, не говори, просто не фри. Накорми, 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 20 наггетсов плюс 20 наггетсов неси. Пришло время сказать стоп Маковскому легиону. Силами великих русских режиссеров заставим всех питаться по нашему сценарию. Заменим глупого клоуна развеселыми цыганами, подающими посетителям поднос с фужером Михалколы. Сделаем заказ на кассе у дочерей Никиты Сергеевича или свободного Меншикова. Найдем альтернативу Мак-меню по-русски, отведав двойного мохнатого шмеля и цаплю серую в камыша. На сегодня все. С вами был хэппи-милостивый государь Дмитрий Киселев. Спасибо Дмитрию за очередную кучу правды. А сейчас мы хотим обратить внимание россиян на самого Дмитрия Киселева. В сети появились фотографии, датированные 2011 годом, на которых журналист Дмитрий Киселев встречается, как вы думаете, с кем? С Петром Порошенко. Да. Пригласив его в свой личный ресторан. Посмотрите на эти фотографии. Здесь знаменитый правдоруб лично вскармливает, выражаясь его языком, будущую киевскую хунту. А точнее, даже прислуживает украинскому диктатору. Это только начало. Итак, внимание. Доказательство того, что Дмитрий Киселев является пособником нынешнего режима в Украине. Посмотрите на этого человека в костюме ярого националиста. Не узнаете? Для самого Дмитрия Киселева этих фактов было бы более чем достаточно, чтобы сделать выводы. Но мы покажем россиянам еще одно доказательство того, что этот великий патриот России ведет двойную игру. Пожалуйста. Героям слава! Героям слава! Героям слава! Согласен совпадению? Не думай. Мы советуем самому честному журналисту Дмитрию Киселеву хорошенько присмотреться к журналисту Дмитрию Киселеву. А возможно, именно он стоит за этим всем. За всем, что происходит сегодня между Россией и Украиной. Мы продолжаем. Недавно закончилось интересное исследование, посвященное размерам женского бюста. К нашему удивлению, украинки не попали в призовую тройку. Но это только из скромности. Победительницами стали жительницы Финляндии. За ними следуют россиянки, а бронза досталась норвежкам. Столь неутешительный результат норвежки объяснили так. Мы не проиграли, просто у нас очень холодно. Я хочу предать нашим девочкам, чтобы они не расстраивались. Мы просто выше этого. Мы продолжим другими новостями. Центробанк Нидерландов уволил высокопоставленную сотрудницу за то, что наряду со своей основной работой она занималась проституцией. Решение Центробанка было явно несправедливым. Ведь учитывая, что за секс-услуги вышесказанная дама брала 450 евро в час, основной работой была все-таки проституция. А банк это так просто хобби. Глава правительства Австралии Тони Эббот сумел выпить пинту пива, а это где-то 600 миллилитров, всего за 7 секунд. Все! 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 Это как раз тот случай, когда премьер-министр пьет, когда в стране все хорошо, а не когда все плохо. Да, продолжим. В этот четверг в Израиле будут праздновать День независимости. А с наступающим праздником вас, израилетяне! О том, как проходит приготовление, расскажет наш специальный корреспондент Илья Акселерот в рубрике «Хорошо там, где нас нет». Добрый вечер, коллеги! Мы находимся в месте, где на вопрос «А кто вы по национальности?» вам ответят «А что?». А это означает, что в эфире новости из Израиля. Израиль готовится отметить свой 67-й День независимости, и мы решили подвести промежуточные итоги, ведь за эти годы страна смогла многого добиться. Израильская медицина – одна из лучших в мире. Может быть, именно поэтому все больше русскоязычных туристов прилетают к нам лечиться. Такое ощущение, что, посмотрев, как вы отдыхаете в Турции и Египте, наши власти поняли, что нужно развивать именно медицинский туризм. Этакий автопати. Я думаю, что смело уже можно описать в Википедии, что Израиль – это дом еврейского народа и санаторий русскоязычного туриста. Израильские технологии известны на весь мир. ICQ, микропроцессоры и флешка – это лишь малая часть того, что придумали израильские инженеры. Иногда складывается впечатление, что после иврита и русского следующий по популярности язык – это джава. Население Израиля регулярно растет, и страна развивает приток хрипотриантов из разных стран. Складывается интересная ситуация, что во всем мире население увеличивается в основном за счет секса, а в Израиле – за счет правильной работы правительства. Израиль славен своей вкусной едой, и особой популярностью здесь пользуется хумус. Нас даже в шутку иногда называют хумусапианцы. Кстати, после того, как узнали ученые, что хумус особо полезен для мужской потенции, он стал безумно популярен среди туристов. Правда, на вопрос, нравится ли вам его вкус, многие отвечают – не знаем. Мы им мажемся. Основным блюдом и традицией в День независимости Израиля стали массовые народные шашлыхи. Почему именно эта традиция прижилась молодому государству, мы узнаем прямо сейчас. А почему в День независимости вся страна выезжает и жарит шашлыки? Честно, не знаю. Может быть, просто время отдохнуть? Потому что у всех выходной. Я думаю, это с Молдовы. У нас точно такая традиция. Ну, это такой национальный праздник. Все выезжают. А как вы будете отмечать День независимости? Ну, как и все. Поеду делать шашлыки. Ну, человек, он понимает, он как, ему надо покушать. Не знаю, испокон веков так заведено. Вы это специально подстраиваете? Что бы я сказала, что я не знаю? Ну, на весь мир, нет, не знаю. В общем, мы продолжаем готовиться ко Дню независимости и ждем от вас поздравлений и пожеланий. Единственная просьба, не желайте нам традиционные еврейские до 120. Хочется как-то подольше. Мы продолжаем следить за новостями в Израиле специально для вас. 24 часа в сутки, 6 дней в неделю. Пока. Спасибо, Илья. Хороших вам праздников и ждем от вас новых репортажей. Мы вернемся к новостям из нашей страны. В Николаеве, чтобы не сносить барельеф с изображением Ленина, неизвестные пририсовали ему вышиванку и поселедец. После чего этот барельеф Ленину решили снести сами коммунисты. Флатовский районный суд Луганской области оправдал экс-депутата Романа Ландика, который обвинялся в избиении модели Марии Коршуновой. Следователи долго ломали голову в войсках нужных свидетелей. И многие из тех, кому они ломали голову, уже подтвердили, что Ландик совершенно не виноват. Украина стала мировым лидером по экспорту подсолнечного масла. Об этом на своей пресс-конференции заявил министр аграрной политики Алексей Павленко. Также он сообщил, цитирую, Это все благодаря высокому урожаю подсолнечника. Впрочем, друзья, это не единственный наш успех. Так, по словам экспертов, Украина не только заняла первое место по экспорту подсолнечника, но и продолжает уверенно удерживать мировое лидерство по внутреннему потреблению семян. А вот. Тем более, что у многих еще остались запасы с прошлого урожая. Вот. Впрочем, депутаты от оппозиционного блока утверждают, что заслуг нынешней украинской власти в этих достижениях нет. С их слов моду на потребление семян ввел еще предыдущий президент. Продолжим. В субботу украинский тяжеловес Александр Усик защитил титул интерконтинентального чемпиона мира по боксу, победив техническим нокаутом россиянина Андрея Князева. Судья остановил бой в восьмом раунде. Конечно, ввиду явного преимущества украинца, избиение могло прекратиться и раньше. Но в букмекерской конторе судья поставил именно на восьмой раунд. Проигравший Андрей Князев заявил, что бой был остановлен слишком рано. Хотя его лицо, да, говорит, что поздновато. Уже на этой неделе нас ждет другой, не менее захватывающий поединок между Владимиром Кличко и Брайантом Дженнисоном. Каковы прогнозы на предстоящий бой, мы решили узнать у наших мелких специалистов. Ты что-то знаешь вообще про бокс? Что такое бокс? Бокс – это опасный спорт. Как, кстати, выглядят боксеры? Боксеры большие, высокие, накачанные и выкают. А чем дерутся в боксе? Боксерскими перчатками. Как у враты, только согнутые. А есть еще капа, знаешь, такая? Да, это пальчики на колесах. На колесах? Да. Чтобы быстрее передвигаться по рингу? Есть специальные, такие на зубы надеваются. Чтобы зубы не вылетели. Или можно купить запасной зубной протез. В крайнем случае. Как думаешь, что ракушка защищает? Ракушка, наверное, защищает зубы. Ракушка, 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 ракушка. Что-то знакомо. Ракушка защищает то, что чуть ниже зубов. Вот это. Знаешь, для чего она нужна? Это специальная защита, которая защищает орган, с помощью которого отличает мужчину от женщины. Которая называется... Называется... Пятая точка. Точно? Ну, если считать эту часть тела за пятую точку. Да, тогда можно. А, кстати, сколько раундов в боксе? Два. Два. Думаю, пять. А долго они отдыхают вообще в перерывах? Пять-десять минут. Сколько судья нужно, значит, только они отдыхают. Место, где они бьются, как называется? Ну, там очень много людей сидит, и тут еще один такой квадратик. Квадратик. Это ринг. Их мажут на перерыве всех кремом, чтобы они не потеряли. Ты знаешь, что такое нотарь? Это вот такой сильный удар. И если еще парочку ударов, то он уже... Брык. Если до десяти ты не встанешь, а все, ты уже выиграл. Из наших боксеров кого знаешь? Виталий Кличко, Владимир Кличко, Усик и Илья Кличко. Ильюха все-таки. 25 апреля состоится поединок, бой между Дженнингсом и Кличко. Кто победит, как думаешь? Кличко. А Дженнингс это кто? Из другой страны? Конечно. Из России? Нет. Как думаешь, кто победит? Кличко. В каком раунде он победит? Во всех. А в каком раунде победит все-таки Владимир? Усик. Нет. Кличко. Кличко. Не, ну Усик сильнее, чем Кличко, значит, он раньше победит. Тогда пожелай Владимиру победы. Да. Да. Желаем тебе победы, дядя Лома. Владимир Кличко, желаю тебе победы, чтобы ты никогда не проигрывал и никогда не болел. И никогда не выбивали зубы. Это важно. Дядя Лома с Аблиейом в первом раунде. Давай пожелаем Владимиру удачи в камеру. Удачи. Дорогой. Дядя Лома, поруби. Нормально. Дорогой Виталий Кличко, желаем тебе победы. Стать еще раз мэром. С Бараном. Мы продолжаем в эфире Чистый Ньюз. Программа, в которой любая новость может прозвучать как хорошая. И на очереди наш регулярный хит-парад сомнительных спортивных достижений. Начнем. Итак, сегодня на третьем месте пара гимнастов, которые решили потренироваться дома. На втором месте самое массовое сомнительное достижение. Ничья. А побеждает сегодня представитель сборной Казахстана по плаванию. Которая работает так усердно, что поспать может всего пару минут в сутки. И то на соревнованиях. Спят усталые книжки, книжки спят, одеяло... Браво! А напоследок предлагаем вам видеосюжет, в котором якобы президент Америки Барак Обама поет вместе с якобы лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Если это когда-нибудь произойдет в реальной жизни, значит не все еще в нашем мире потеряно. О, Банас, Северной Кореи О, Банас, Северной Кореи На сегодня новостей больше нет. Программа Чистый Ньюз желает вам мирного неба над головой. И родной земли под ногами. Смотрите на завтра сразу после выпуска ТСН. До свидания. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова